всем привет это второй ролик по ледяному выстрелу в первом мы рассмотрели бюджетный вариант начальный сетап так сказать текущем ролике рассмотрим эндгейм вариант билда который принципе можно и дальше улучшить при желании но я пока остановился на такой сборке вообще был доме остался очень доволен тот урон что получилось разогнать меня полностью устраивает раньше собирая ледяной выстрел такого не получалось достичь при таком относительно небольшом бюджете а именно 30 35 божественных сфер текущей вариации билда есть три сильных источника урона за счет чего билд как раз таки прекрасно себя чувствует во первых это вал версия умения которая неплохо бустит урон в соло цель во вторых намазка на амулет пассивки каскад мести можно сказать это множитель x2 урона билде а может даже больше очень уж сильная штука и в третьих это берсерк боевое безумие которая также бустит урон и увеличивает скорость что касается выживаемости то тут с прошлого ролика ничего особо не изменилось вся защита это конечно же молитва и 6 порталов аркорщик наверное увидев поп может получить сердечный приступ но билд не для хк так что все норм мои мысли такие зачем защита если на картах все шотается а кто не шотается стоя замороженная боссы карт стираются за доли секунды а гварды за пару секунд но тут конечно же все зависит еще от модов карт не стоит бегать карты с модом избегания состояния у монстров и стихийный рефлект физ рефлект проходится если отключить стрелы маны на время все остальное вообще без проблем единственное где чувствуется отсутствие защиты так это уберы но тут без серьезной переработки билда проблемы не исправить уберы убиваются часть из них очень даже легко типа шейпера мэйван там пожиратель если конечно у него нет жестких модов на карте сложно это сирус и экзарх если уж сируса через раз можно как-то завалить то с экзархом проблемы ну по крайней мере у меня так в общем в описании к видео помимо побо текущей версии я еще оставлю конечно ссылку на сборку поживучее я там постарался немного оплотить персонажа невозможно это будет кому-то даже интересно ладно погнали разбираться с тем что я тут такого насобирал а перед тем как мы начнем ребята прошу вас поставить лайк этому видео и подписаться на канал буду очень признателен и так экипировка по сравнению с бюджетной сборкой предметы претерпели изменения конечно же что-то я здесь изменил что-то имеет лучшие характеристики просто например концепция подбора лука сохраняется все также нужен лук либо с чисто физическим роном либо физически в комбинации с роном холодом так или иначе всю физу мы конвертим в холод за счет свойства самого умения и мастерства на дереве пассивных умений также важным свойством на луке будет шанс котического удара и чем больше тем лучше моем случае вообще получилось поймать 10 крита том числе за счет дерева пассива к оружия кстати о них пассивках довольно много вкусных характеристик есть из чего выбрать полезным будут криты и увеличение урона пробитие сопротивлений длительной заморозки и другое я такой лук крафтил самостоятельно спамил сущности ненависти пока не поймал хороший физический урон мне повезло с кит шансом на нем далее я уже там просто на станке докрафтил дополнительную физу если собираетесь крафтить лук сами то стоит сразу купить на хорошую базу с пассивками будет проще чем потом пытаться переролить пассивки на готовом луке при выборе колчана в приоритете для меня была меткость и сама база колчана а именно пронзания чтобы не тратить поинта дереве на пирс колчан я также крафтил сам купив нужную базу с фрактурным расколотым свойством здоровья за пять хаосов крафтил опять же сущностями только в этот раз сущностями сомнения дающими меткость стоит они копейки поэтому скрафтить колчан не составит труда в общем на нем нас интересует такие свойства как крит урон увеличение урона луками и стихийный урон если в колчане будет свободный суффикс то можно дополнительно докрафтить шанс крита с генерацией зарядов ярости или что-то другое если например хватает генерации зарядов ярости от связки камней со стрелами маны перчатки билде меняем с редких на уникальный дух каума это позволит нам собрав достаточной регенерации здоровья получить регенерацию свирепости для дальнейшего применения ее в качестве ресурса для боевого безумия стоит прикупить сразу перчатки со сквернением на дополнительный заряд ярости например или на дополнительный шанс крита чтобы нам получить большой объем регенерации здоровья которая будет конвертироваться в регенерацию свирепости будем использовать уникальный пояс бессмертная плоть ищем близкое к максимальному значению регенерации на нем также на поясе увеличиваем качество катализаторами со свойством здоровья и маны чтобы еще усилить реген на поясе присутствует одно неприятное свойство это уменьшение сопротивлений стоит на это обращать внимание при выборе так как билде много уников и каждое сопротивление у нас на счету шлем билде сохраняется с предыдущей сборки это все тот же лед и пламень благодаря этому унику мы получаем сильную прибавку к урону по охлажденным и замороженным целям что по сути работает на постоянной основе даже против босс меняется на шлеме только зачарование чтобы еще понять урон потребуется зачарка с 30 процентным усилением эффекта боевого безумия амулет у нас в время страданий тоже сохраняется с предыдущей сборки очень сильный уник позволяющий накладывать шок любой стихии естественно намазка каскад мести тоже присутствует как никак это все же ключевая деталь билда увеличивающий урон два раза да и в зачистке прекрасно помогает тушка билде ярость хайре куда без нее отличный источник как урона так и в защиты плюс еще и уровень здоровья за счет нее можем поднять взяв соответствующее мастерство в дереве следующий уник кольцо украшения кольцо хоть и не имеет здоровья зато отдает хороший урон и много сопротивлений что для нас тоже важно второе кольцо редкая набираем по максимуму здесь сопротивление и здоровья важно чтобы на кольце был свободный префикс под крафт и уменьшения стоимости умений еще такой момент в качестве базы стоит взять кольцо с гнездом так как добавится еще один камень билд следующий предмет ботинки помимо основных свой здоровья и скорости бега на ботах собираем сопротивление плюс очень нужен интеллект а источником где его можно получить в билде очень мало хотя инту можно принципе на кольце еще как вариант поймать дополнительно не лишним будет иметь на ботинках регенерацию здоровья чтобы поддерживать боевое безумие эффективнее но это опять же опционально флаконы остались в билде без изменений флакон жизни защиты от искрененной крови штутный флакон для быстрого перемещения нефритовый с уклонением алмазный для повышения шанса крита и последний флакон это серебряный с боевым ражом экипировку разобрали перейдем теперь к самоцветам важным остается самоцвет фантастическое спасение с пассивкой мистический накопитель и благодаря ему сможем дотянуться до пассивки объятия зимы эта пассивка нам очень нужна чтобы поддерживать заморозку на боссах а это урон от шапки плюс еще и правильная работа три единства хотя есть способ принципе обойтись и без этого самоцвета если пассивках лука у вас взят нот на длительность заморозки желательно с высоким значением тогда получится сэкономить один поинт на дереве и в гнездо под самоцвет разметить что-то еще еще один из важных самоцветов вилде это вневременной самоцвет во первых он дает немало силы что освобождает нас от поиска его экипировки во вторых от него можно получить и немало других полезных свойств в виде двойного урона сопротивления и другого для тех кто не знает как искать не временной самоцвет поясню на примере программы пассов билдинг загружаем свой поп программу во вкладке дерево пассивных умений нажимаем на кнопку find timeless jewel внизу экрана откроется небольшое окно в самом верхней строчке выбираем нужный тип самоцвета в моем случае это смертельная гордость lethal pride во второй строчке если нужен конкретный завоеватель то можно там его выбрать это актуально если потребуется какой-то конкретный измененный ключевой навык в моем случае это не важно поэтому я пропускаю этот момент в третьей строчке выбираем расположение самоцвета ниже этой строчки ставим галочку чтобы программа искала свойства на выбранных нами пассивка в дереве далее в строчке search for note можем выбрать несколько нужных нам свойств которые мы хотим получить я выбрал двойной урон здоровье и сопротивление огнем они отображаются списке слева далее внизу менюшки нажимаем search поиск и программа подбирает самоцветы справа появляется их список в первой колонке число на самоцвете при поиске начиная со второй колонке показывается количество найденных свойств на конкретном самоцвете мне приглянулся например самоцвет с номером 16248 и судя по числам в колонках на нем есть одно свойство с двойным уроном 2 на здоровье и 2 на сопротивление наведя корсор мыши на этот самоцвет видно на каких пассивках мы получаем это свойство далее уже нажимаем кнопку копировать ссылки на trade и программа скопирует четыре подсветочных самоцвета но нам нужно одно поэтому просто запоминаем число в моем случае это 16248 теперь открываем браузер и просто вставляем ссылку из буфера все ищем нужное число и можно покупать еще один уникальный самоцвет белде это глаз хранителя со свойством дополнительный урон холодом под действием холодной ненависти это неплохой источник урона также присутствует кластерные самоцветы два больших и два средних один большой кластер берем с пассивками искристый выстрел и подпитка гнева на другом искристый выстрел и топливо для битвы третье пассивки в суффиксах на обоих кластерах могут быть любые например тяжелые удары любом случае брать их не нужно будет на средних кластерах есть несколько полезных пассивок таких как например повторитель с глазу на глаз и рационализм все они отлично подходят для разгона урона свободы гнезда размещаем обычные самоцветы с уроном критами меткостью если потребуется и другими полезными или необходимыми свойствами такими как здоровья дерево пассивных умений у нас выглядит вот так я отказался от некоторых нодов в угоду второго кластера и за счет этого получилось усилить урон билде плюс с кластерами более гибко настраивается билд под классе у нас пассивки стандартная под игру на расстояние это порывы ветра дальний выстрел нескончаемые боеприпасы и фокус подробно с деревом можете ознакомиться в хобби в описании все ссылки есть бонусом я добавил по более живучей версии билда если кому-то вдруг будет интересно также в описании найдете ссылку на видео по бюджетной сборке этого билда с поэтапной прокачкой теперь разберем камни умений и их связи все связи вы можете видеть на экране я лишь упомяну о каких-то конкретных камнях основная атака это ледяной выстрел вал вал версии одессы нас сильно бустит урон по соло таргету типа боссов и жестких элиток большую часть времени используем камень поддержки цепь и меняем его на камень переохлаждения в крайней необходимости на босс файтов например в дополнение для соло таргета берем баллисты опять же с единым выстрелом один из обязательных линков камень поддержки стрельба очередями это сильный источник урона в соло таргет ауру билде грация холодная ненависть плюс вестник льда объединенная с наставником третьего уровня без наставника свободной мана у нас не будет для разгона урона используем такие связки в одном предмете четырьмя связанными гнездами помещаем метку снайпера залинкованную с камнем метку при попадании сюда же помещаем боевое безумие и объединяем все эти камни жизнеотводом первого уровня иначе маны не будет хватать на каст этих умений для карт кстати ставьте берсерок боевое безумие на левую кнопку мыши чтобы она срабатывала автоматически перед передвижение но это просто удобно хотя на убер посох стоит этот скил убирать с левой кнопки чтобы контролировать этот процесс и прожимать умение в нужный момент чтобы влить больше урона в другом предмете размещаем бешенство объединенное с камнем поддержки стрелы маны она будет срабатывать автоматически пока мы тратим мана на основном менее камень поддержки заряд энергии прикрытие поможет генерировать заряда энергии с помощью камня добивания будем быстрее убивать боссов если используете билде кольцо с гнездом то в него помещаем камень с умением перемещения любое то что нравится а если такого кольца нет то и связка с бешенством убирайте добивание и размещайте туда камень передвижения пантеоны бандиты пантеоне из высших богов у нас в морской царе ради иммунитета к заморозке из мало богов по ситуации здесь абират может быть югул или рюслата бандитов убиваем всех ребят на этом все спасибо за просмотр будут вопросы по билду приходите на стрим и обсудим все ссылки найдете в описании к этому видео всем удачи и до новых встреч удачи и до новых встреч до новых встреч субтитры подогнал «Симон»